Всем привет! С вами Диана Лауши, и в сегодняшнем выпуске рубрики Chinese Please мы поделимся с вами комплиментами на китайском языке, а также фразочками про отношения, которые часто встречаются в дорамах. Погнали! Здесь мы будем рассказывать о самых трендовых, полезных, современных китайских выражениях и словах. Если для вас прозвучало незнакомое слово дорамы, то давайте я поясню, что же это такое. Сейчас, особенно в российском сообществе, дорамами принято называть азиатские сериалы. Южно-корейские, тайваньские, китайские. Чаще всего это сериалы про отношения, и рассчитаны они на подростковую аудиторию. Но изначально дорамами считались именно японские сериалы от слова drama, то есть драматические сериалы. И раньше эти сериалы основывались на манге, на японских комиксах, но сейчас понятие дорам стало уже гораздо шире. А теперь перейдем к главному, к сути нашего видео. Давайте поговорим о комплиментах. Если вам хочется сказать что-нибудь приятное в Китае, например, своей девушке, или своему молодому человеку, или даже просто своему другу или подруге, то запоминайте наши комплименты. Как же построить такое типовое предложение? Итак, о ком мы говорим? НИИ, НИИ, о тебе. Дальше у нас обязательно должна идти связка хэн, хэн, и потом мы уже вставляем в наше прилагательное комплимент. Например, давайте скажем девушке, что она очень красивая. НИИ, Хэн, Пьяолян. НИИ, Хэн, Пьяолян. Или можно сказать НИИ, Хэн, Мэйли. НИИ, Хэн, Мэйли. Пьяолян и Мэйли. Абсолютно одинаковые слова со значением красивые. Но, если вы хотите усилить ваш комплимент, то вместо связки хэн, мы можем поставить уже другое на речи степени. Например, ты безумно красивая. Ты очень красивая. Ты действительно прекрасна. Например, НИИ, Чэн, Пьяолян. Чэн, Действительно, в самом деле. Или НИИ, ТАЙ, Мэйли. НИИ, ТАЙ, Мэйли. ТАЙ. Чересчур, слишком, ты просто потрясающе красивая. Или, если ваша девушка самая красивая на свете, то вы можете сказать НИИ, ЦУЭЙ, Пьяолян. НИИ, ЦУЭЙ, Пьяолян. ЦУЭЙ, САМЫ. А уж если мы говорим о красавчике парне, то здесь уже слово Пьяолян и слово Мэйли нам не подойдут. Давайте скажем так. НИИ, Хэн, Шуай. НИИ, Хэн, Шуай. И опять-таки, вместо Хэн можете подставить слово Чэн, слово ТАЙ или слово ЦУЭЙ, самый красивый. НИ, ЦУЭЙ, Шуай. Ну что, теперь, когда мы с вами выяснили, как построить базовое предложение для комплиментов, давайте выучим просто какие-то приятные слова, которые вы можете подставлять вместо слова Красивый. Например, Ты очень милая или Ты очень милый. И то, и то подойдет для девушки и для парня. НИ, Хэн, Кэай. НИ, Хэн, Кэай. Кэай, Миленький, Милый, Милая. КУ, КУ. Классный, клёвый, прикольный. Гуан синь, Гуан синь. Заботливый или заботливая. ШИ, МАО. ШИ, МАО. Модный или модная. ЦУН, МИН. ЦУН, МИН. Умный или умная. Но то, что я сейчас перечислила, это такие общие комплименты. Мне кажется, гораздо приятнее услышать какой-то конкретный комплимент. Например, у тебя красивая улыбка, или у тебя красиво лежат волосы, или у тебя такие добрые глаза. Давайте выучим такие часто используемые части тела в комплиментах. Например, улыбка. Уэйсяо. Уэйсяо. Глаза. Енгин. Енгин. Волосы. ТОУФА. ТОУФА. А еще в Китае очень часто делают комплимент девушкам, у которых белоснежная кожа. Давайте выучим этот комплимент. КОЖА. ПХИФУ. ПХИФУ. ТВОЯ КОЖА. НИДО ПХИФУ. Белоснежная. Хэн БАЙ СИ. НИДО ПХИФУ. Хэн БАЙ СИ. И давайте посмотрим еще такой пример. У тебя самые красивые глаза. ТВОИ ГЛАЗА. НИДО ЕНДИН. САМЫЕ. ЦУЭЙ. КРАСИВЫЙ. ПХЯОЛЯН. НИДО ЕНДИН. ЦУЭЙ ПХЯОЛЯН. Переходим ко второй части нашего видео. Поговорим про фразочки об отношениях, которые вы точно встретите или уже встречали в дарамах. Прежде всего, давайте выясним, как же обратиться к парню или к девушке. Итак, парень. Буквально, мужской друг. Или девушка. Буквально, женский друг. Первая фразочка, которую вы точно будете использовать. И неважно, вы говорите об отношениях с парнем и девушкой или об отношениях даже в своей собственной семье. Это Я СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ. Я, ООО, СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ. НИИ. ООО СЯМНЕНЬ НИИ. И следующая фразочка. Я СЧАСТЛИВ. Или Я СЧАСТЛИВА. Я, ООО. Дальше у нас связка. СЧАСТЛИВ. СИНФУ. Ты мне нравишься. Мне, ООО, нравится. СИХУАНЬ. Ты, НИИ. ОО СИХУАНЬ НИИ. Ребят, в Китае существует достаточно большой культ еды. Поэтому многие китайцы, чтобы проявить заботу о своем партнере, частейко спрашивают. Ты голоден? Ты поел? Поэтому давайте выучим эту заботливую фразочку. Ты голоден? Ты, НИИ. Голоден? ИЛОМА. НИИ. ИЛОМА. Еще одна фраза из разряда очень заботливых, это Ты в порядке? Итак. НИИ. ТЫ. ХАЙХАО. Еще хорошо, буквально. МА. Попросительная частица. НИИ. ХАЙХАОМА. НИИ. ХАЙХАОМА. Ну и, конечно, ребята, в любых отношениях важно признавать свои ошибки и извиняться. Поэтому давайте выучим стандартное китайское извинение. ТУЕЙБУТИ. 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 Прости. Чтобы ваш партнер не переживал за вас, за то, где вы, с кем вы и во сколько вы вернетесь, вы можете его успокоить фразочкой «Не волнуйся». И, конечно же, перед сном важно кому-нибудь написать смс-очку или позвонить и сказать «Спокойной ночи!» Ну что, ребят, это все были легенькие, миленькие фразочки в таких, знаете, в начале отношений. Но сейчас в ход пойдет тяжелая артиллерия. Здесь вам уже придется давать какие-то гарантии и что-то обещать. Давайте выучим фразу «Я обещаю». Например, вы обещаете быть всегда вместе, рядом, поддерживать друг друга и так далее. Я обещаю быть рядом с тобой. Быть рядом с тобой. Ну что, девчонки, вот она фраза, которую ждет практически каждый из нас после признания в любви. Это предложение руки и сердца. Итак, что же мы услышим от парня или что парень может сказать своей девушке? Выходи за меня. Но, ребят, если вдруг вы понимаете, что это не тот человек, с которым вы хотите строить свою жизнь, хотите быть вместе, то, к сожалению, придется сказать «Давай расстанемся». Ну что, ребят, наш выпуск подошел к концу. Я уверена, что эти фразочки пригодятся вам в Китае. Кстати, если это видео вам понравилось, если вам хочется изучать китайский язык с нами, то переходите по ссылке, которую я оставлю внизу, и записывайтесь на тест-драйв в нашей языковой школе. Попробуйте изучение китайского языка с нами. И, кстати, если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайки. А если, допустим, это видео соберет 50 лайков, то следующий выпуск мы тоже посвятим отношениям на китайском языке. Ну что, подписывайтесь на наш канал. Скоро увидимся. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!